Я, на самом деле, не имела никаких романтических представлений о Петербурге. Более того, я, когда в него переехала, приехала первый раз. То есть я прям с поездовала, вошла в этот город и стала в нём жить. Я не понимаю этого культа, например, Петербурга. Я какое-то время... Это было какое-то несоответствие. Тогда я знаю, что очень многие любят, и прям их тянет сюда, и у них тут какие-то специальные места воспоминаний, ассоциации и так далее. У меня ничего этого не было. Я абсолютно не держу никакого-то негатива в сторону Владимира. Я очень люблю Владимир. То есть я ещё на расстоянии его ещё больше люблю. Я понимаю, что я изначально всегда думала, что я не очень хотела бы оставаться Владимира на всю свою жизнь. Поэтому, собственно, я приняла решение в себя внутреннее ещё как-то там давно в университете, что когда-нибудь всё равно я уеду. Владимире не хватало какого-то масштаба, воздуха, не хватало движухи. Тут этого всё прям достаточно. Ну, по-другому, чем в Москве? Москва давит. Москва давит. Москва из тебя выжимает все силы. Сколько ты зарабатываешь, там столько же я оставляешь. Там только делаешь, что устаёшь, работаешь. И это... Муж, конечно, неправильно жил, но в Москве я очень устал и сейчас стараюсь её объезжать. А в Питере я прямо отдыхаю. Постоянно. Даже когда работаю, я с окна отдыхаю. Я никому не живу в Пождецком и Новке, но это без интересного. Это всегда невысокий этаж и очень такой, очень старый район со своими сложившейся инфраструктурой, жителями, всё. То есть, не под окнами, каждые даже выходные чинили зиму. И он был заведён и полный суток, например. Ну, мебель, которая там находилась, от неё нельзя было избавиться, хотя она никакого функционала не несла. Это просто действовало как сплат для хозяев. То есть, я там прожил, наверное, чуть больше года. В нашем подъезде три раза был пожар. То есть, сначала машина в дворе, около дома загорелась, потом коляска, потом какая-то квартира. То есть, я выходил в выходные, в такой магазин, в центр, возвращался, весь подъезд, закапычу. То есть, вот такая... Есть история там с владимирцами, которые приезжают в Петербург, они стараются как-то вместе держаться, общаться. То есть, вот это вот прям очень классно. И мы, собственно, тоже приехали, и тоже все начали дружить и общаться. А есть чатик тут, если у кого-то какие-то там дела, там проблемы, ещё что-то. Там можно написать, там, типа, ну, там денег занять, ещё что-то. То есть, действительно такая история, она работает. Это прям очень классно. У нас в Москве такого не было. А вот эти вот словечки, ты уже говоришь? Кура, греча, поребрик. Нет, кура, греча нет. Парадная, да. А поребрик, он и в Владимире поребрик. Как бы, шаверма, да. Шаверма даже произносить не могу. Абсолютно чужое для меня слово. Мне кажется, в шаверме есть какая-то морковка, которой нету в шаверме. И в шаверме всё-таки соус такой, более яркий. Офть чесночкашный, как бы, не знаю. Кто приезжает сюда один, то есть, им сложнее. Ну, как-то морально, может быть. Ну, да, это ещё кого-то давит. То есть, пары чаще выживают. Да. Мы переехали в учреждение, специально для того, чтобы себя вот так вот сразу приучить. Приучить, показать, что вот бывает и так, бывает некомфортно. Бывает, например, холодный и ледяной ветер дует. Бывает, что темнота, проснуться по утрам не можешь. Ну, а есть какое-то ощущение, что Владимир меняется? Конечно. Может быть, там архитектура или люди, или что? И внешне очень меняется. И что там, Владимир, меняется? Ну, мне кажется, что стал очень повёрнут лицом человек, который приехал посмотреть. Да, поскольку город, на самом деле, для этого уже и создан. Да, он настолько уже старенький, что ему больше ничего делать не нужно. Он может быть просто сам собой. Я агитировался голосовать за себя, Геннадий Малычу. Я даже сам... Должно было. Я пытался взять даже открепительные, но, к сожалению, участка в Питере не открывали. Какое-нибудь там последнее какое-нибудь событие. Можешь вот вспомнить, что? Да, могу. Правда, немножко мои друзья охарактеризуют. Наверх, на Дуброве Газельский он перевернулась. Мы скорбили. Я очень люблю застолья Владимирские. Я прям... Ну, и такого нигде я никогда у меня больше не было. Застолья? Застолья. Вот когда-то вы все сели, поставили кучу майонезных салатов, лечо, вот это всё. Ну, это семейные тоже. Нет, даже просто, когда ты в гости идёшь кому-то, всё равно там принято накрывать столы, типа там всё сразу откуда-то появляется, того, сего, там, а тут у нас картошка стола, забудьте картошку, а тут у нас тут котлет нет, забудьте котлету. И всё это как-то очень мило, мне очень нравится, мне очень нравится, что это как-то в контексте хорошо существует. То есть ты приезжаешь, идти, не кажется, что, ну, конечно, как бы, если бы я пришла в гости в Петербурге кому-то и тут начали бы метать на стол котлеты, наверное, это было бы странно. А там ты как-то это, наоборот, ждёшь, что ты придёшь, и тебе сейчас начнут что-нибудь такое. Подомашнее, что-то душевное, так, да? Да, 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 вот это какая-то пастораль, такая провинциальная, я такое люблю. У меня вообще становится впечатление, что я 8 лет в командировке. Ну, когда-нибудь я пойму, что моей энергии уже не хватает на то, чтобы стремиться всё к большему и большему, и захочется всё постоянно, и тогда я иногда вернусь. Ну, я не планировала по возвращению Владимира. У меня тоже. Вот, конечно, всё в жизни бывает, вот, но мне здесь комфортно. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова